Пожарные в аннексированном Севастополе ликвидировали открытое горение на нефтебазе, загоревшейся после атаки двух беспилотников в субботу утром. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев. По данным украинской разведки, в Севастополе уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами для Черноморского флота России. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил, что утром 29 апреля в небе над Крымом силы ПВО сбили один беспилотник, а ещё один дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы. Командование воздушных сил ВСУ, в свою очередь, заявило, что в ночь на субботу украинские силы сбили два ударных дрона типа «Шахет». Между тем, в Умане продолжают искать людей и разбирать завалы жилого дома, по которому в пятницу был нанесён удар российской крылатой ракетой. «Мы ждём. Там ещё могут быть люди». Первый подъезд этого дома практически полностью разрушен. По предварительным данным, в этом здании проживало 109 человек, 46 квартир. 27 из них полностью разрушены. Накануне там спасли 17 человек. Денис живёт в доме по соседству. Он также пытается найти своих близких. «Моя семья где-то под завалами. Двоюродная сестра моей жены и её родители. На шестом этаже они жили. Там всё рухнуло». По последним данным из попадания ракеты по многоэтажке в Умане погибли 23 человека, в том числе 6 детей. «Я ощутила очень сильную волну. И всё просто упала на меня и мою внучку. И окна, и стекло, и земля. Всё в доме просто рухнуло. Что мы почувствовали? Я не знаю. У меня не было времени испугаться. Я просто взяла ребёнка и выбросила её в коридор. И только потом поняла, что у меня в ногах стекло». Ожидается, что основной этап работ на месте удара завершится вечером. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. «Ракетная атака на Умань — абсолютно мирный город, известный всему миру тем, что ежегодно принимает десятки тысяч хасидских паломников. Только абсолютное зло может устроить такой террор против Украины». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ночные ракетные удары России по украинским городам — это очередное доказательство необходимости поставок Украине истребителей F-16. «Я обратился к своим коллегам с просьбой как к друзьям Украины, так и к странам, которые используют современные западные боевые самолёты, в том числе F-16. Я попросил их приложить все усилия, чтобы ускорить решение о начале обучения украинских пилотов. В первую очередь — на F-16». Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ заявил, что ВСУ планирует контрнаступление и выразил уверенность в том, что Украина вернёт Крымский полуостров под свой контроль. Он отметил, что успех Украины будет зависеть от поставок оружия западными странами.